Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас такой экстренный небольшой эфир по поводу событий, которые, наверное, знают уже каждый. Это гибель президента Ирана Ибраима Раиси, который с 21 года является президентом этой страны. Все вы, наверное, слышали и знаете, что по официальной версии произошло крушение вертолета, на котором находился президент, и в том числе другие высокопоставленные лица, и не только Ирана. И вот сегодня Илья согласился нам дать комментарий по поводу этого события, что вообще пишут в СМИ, потому что очень много версий различных, и в принципе, какие могут быть последствия, хотя бы пока на первый взгляд, какие мы можем обозначить, какие могут быть последствия после этого события. Потому что нужно понимать, что реально события на мировом масштабе, и я так думаю, здесь в том числе будут касаться и нашей России. Илья, пожалуйста, тебе слово. Скажи свое мнение, что это было и к чему может это все привести? Арун, ну приветствую и тебя, и подписчиков твоего канала, и всегда отношусь к уважениям и людям, которые борются за свою независимость, за свои права, если мы говорим про Алтайский край, да, то есть и про Республику Алтай в целом. Вот, я бы что отметил здесь, вот, я бы отметил такой момент, что, ну, во-первых, важно понимать, что для начала официальных комментариев пока никаких нет. Есть констатация факта того, что, значит, разбился вертолет, погиб иранский лидер, иранский президент, вот, и, в общем-то, пока они не говорят никаких официальных версий. Но в то же время есть много версий произошедшего, кому это нужно было записывать. Зачем это нужно было? И, в общем-то, кто от этого выгодит? Вот, получается, что, ну, во-первых, все обвиняют на США. Во-первых, США, почему? Потому что, ну, фактически, Иран единственный, кто сдерживал США на Дальнем Востоке, на Ближнем Востоке, прошу прощения. Вот, то есть, ближневосточные конфликты и в полной мере, то есть, они же там пытаются и к Ираку приставали, и к Йемену приставали, и к другим странам, которые там окружают, приставали. Везде они хотели свою демократию навязывать, так называемую демократию, в кавычках, мы знаем, какой ценой, какой кровью эта демократия навязывается. Зачем? Исключительно ресурсовый интерес, то есть, получить власть какую-то на данной территории, поставить подчиненного Америке человека, который бы, ну, условно говоря, передавал все ресурсы страны непосредственно в США, без посредников, так сказать, и они бы уже этими ресурсами рулили, как считали нужным, там, нефть передать, там, газ передать, еще что-то. А Иран богат достаточными всеми этими месторождениями, и я думаю, что особо не стоит даваться подробностей, почему, это общеизвестно. Вот. И последнее время США стало напрягать иранская ядерная программа, то есть, считается, что Иран там имеет какие-то ограничения на то, чтобы ядерное оружие производить, изучать, создавать, и Америке это, в общем-то, очень не нравится, что Иран начинает развивать эту ядерную программу. Вот. Почему? Да потому что появляется полноправный ядерный игрок на геополитической арене, вот, который сможет с позиции сил диктовать какие-то свои условия. Вот. И если, в общем-то, раньше, там, скажем, это была Россия, США и еще несколько стран, то есть, как бы, да, был там двуполярный мир, там, потом многополярный мир, сейчас нам вот эту вот теорию продвигают общественное мнение, то, в общем-то, Иран был бы тоже ядерным оружием, он бы смог диктовать какие-то свои условия. И я так понимаю, что ребята к этому очень успешно шли. Вот. И получается, что шли и шли, и вот, по всей видимости, не дошли. С одной стороны. С другой стороны, говорят, что вот Россия вылетала на вертолете, марки которого вертолета, о том, когда он полетит, дата, время, состав участников полета, знали только приближенные люди и его личная охрана. Вот. То есть, получается, либо крот в личной охране, либо приближенные люди, не такие уж и приближенные и верные были, а иранскому лидеру люди, то есть, вопрос открытый. С другой стороны, говорят, что как раз наоборот, вроде бы какой-то диалог начал налаживаться между Ираном и США буквально там несколько дней назад. То есть, непонятно. В принципе, я, честно говоря, вот уверен в том, что интересы США тут в первую очередь в гибели вот этого иранского лидера были. Чьи вторые интересы? Ну, я так думаю, что интересы глобалистов, конечно. А интересы глобалистов, я думаю, проглядываются достаточно давно, если мы вспоминаем Джона Коллимана с комитетом 300, где он описывал планы так называемых олимпийцев, да, или представителей Бальтербергского клуба. Им обязательно шаусы, им обязательно войны, им все это нужно для того, чтобы человечество обратилось к ним за помощью, и они стали новым мировым правительством, если коротко говорить. Вот. И получается, что я думаю, что они здесь как раз-таки вот имеют интересы развязыванию вот этой вот войны, потому что очень давно уже как бы пытаются вот этот конфликт развязать. В каком плане? Я говорю сейчас про Израиль и Палестину. Потому что Палестин-Израильский конфликт, он начался. Вот. Куча стран-участников ООН там осудил действия Израиля, осудил действия Палестины. Сегодня вот пришла новость, что вот Гагский суд выдал разрешение на арест Нетаньяху, это премьер израильский. Вот. И лидеров там палестинской вот этой вот организации, которая, в общем-то, да, вот стартовала вот эти все обстрелы массовые. Вот. Ну, понятно, что Израиль бомбит. Понятно, что огромное количество мирового сообщества осуждает Израиль. Вот. Огромное количество мусульманских стран уже в первый же день осудило действия Израиля, заявив, что ну нехорошо так как-то. А некоторые мусульманские группировки и вовсе до сих пор его бомбят. Ракетными залпами, еще какими-то, то есть, да. Вот. Получается так, что... И я вспоминаю сейчас новое, что даже Афганистан говорил о том, что они готовы там пересечь огромное расстояние и вступиться за мусульманское сообщество, которое подвергается атакам со стороны Израиля. И я, честно говоря, думал, что все, война будет. Третья мировая, когда весь мусульманский мир начнет гасить Израиль. Вот так вот, да, если говорить простым языком. Но почему-то не пошло. Вот. И я вспоминаю, что тогда Иран выступил как раз с какой-то нейтральной позицией. С нейтральной позицией, то есть, они пытались как-то, я так понимаю, ну, либо занять вот такую позицию по центру, то есть, ни вашим, ни нашим, и как-то попытаться все это дело разрулить. Вот. Или же просто они пытались что-то свое выгодить там. Непонятно, честно говоря, до конца. Вот. Но сам факт, что лидер израильский, ой, иранский, израильский лидер, как-то там, в общем-то, ну, не знаю, урегулировал это дело. То есть, он был неким регулятором. Вот. Несмотря на то, что огромное количество иранских генералов там погибло, все-таки вынудили его открывать атаки. То есть, вот, обстрелы 14-15 апреля, которые были. Вот. Об этом, в общем-то, был заявлен, иран, заявил, что мы вам ответим на это дело, в общем-то, и израиль ответил, что мы вам ответим на это дело еще сильнее, чем вы ударили по нам. И, в общем-то, именно после этих слов какое-то время проходит, гибнет иранский лидер. Вот. В то же время, ну, не знаю, довольно мистическая вещь. Вот. А, то есть, продолжая мысль, почему тут, и почему тут третья мировая война? Ну, в общем-то, смотрите, если мы сейчас, вот, какая-то появляется официальная версия иранская на тему того, что, скажем, ну, Израиль предчастен, потому что сейчас как-то больше на него пеняют. Вот. И все. Получается, Израиль, Израиль замочил иранского лидера, говоря вот таким вот группам языком, убил его. Это политическое убийство, фактически. Вот. И получается, что это провокация третьей мировой войны. Если мы вспоминаем предыдущие все мировые войны, в общем-то, все начиналось с провокацией, да, тот же северский студент. Да, мы сейчас знаем, что он был нанят глобалистами для того, чтобы развязать Первую мировую войну, и они целиком финансировали эту Первую мировую войну, как, впрочем, и Вторую мировую, Рокфеллеры, там, Ротшильда и прочее, да. То есть, получается, что вот говорят, а почему раньше не началось? Ведь Израиль мочил иранских генералов одного за другим. Ну, вот почему не началось. Не было вот этой, ну, скажем, сакральной жертвы, да. То есть, то, из-за чего начнется все. И вот оно все теперь может начаться легко, как только скажут официальные иранские лица, что расследование привело к тому, что Израиль виноват. Кроме того, есть издание «Октагон», которое анализирует информацию. Вот. И они, в общем-то, пишут о том, что действительно на территории вот этой, над которой пролетал вертолет Раиси, действовали очень давно израильские разведчики, израильские беспилотники, которые могли так или иначе повлиять на вертолет. Ну, или попросту говоря, сбить его. Вот. В то же время, немножко в заблуждение вводит, или, может быть, проясняет ситуацию тот факт, что, в общем-то, один человек из всей погибшей вот этой команды, то есть политиков, которые разбились, трагедия случилась. Вот. Вот я у себя сегодня писал, сейчас просто открою, чтобы зачитать. Да, то есть вот, собственно, вот один человек после крушения вертолета прожил целый час. Целый час прожил. Это был губернатор иранского восточного Азербайджана Айатола Аль-Хашем. Вот. Который летел в одном вертолете вместе с Ибрагимом Раиси, главой МИТа Ирана. Вот. И говорят, что он вышел на связь после крушения. И, естественно, подтверждает официальные СМИ, интерфаксы в том числе, что реально он звонил, и целый час после трагедии еще был жив. То есть говорят, что он меньше всего пострадал после крушения, у него было меньше всего ожогов, то есть, видимо, возник пожар после падения вертолета или во время атаки, то есть непонятно как. И вот он говорит о том, что внезапно испортилась погода. Он говорит, ну, фактически, я как полагаю, климатическому оружию, если можно о нем говорить. А вот потому что сейчас, ну, естественно, с погодой какая-то хрень творится откровенная. То есть где-то пожары, где-то наводнения. Да, я считаю, что наводнения – это диверсии, которые организовывают в России. Уж не знаю, власти это делают, спецслужбы ли, или это глобалисты каким-то образом, да, то есть версия масса. Но с погодой реально ерунда происходит. И есть версия о Харпах, это уже не шутка, не конспирология, это официальные данные. Есть версия, кажется, Сура, или как-то так называется российско-климатическое оружие, которое еще в СССР разрабатывалось. И, в общем, говорит о том, что вот этот как раз погибший, потом через час внезапно погибший, единственный выживший изо всей этой команды, он говорит о том, что внезапно испортилась погода, появился туман, то есть ни с того, ни с сего. Вот, на ум приходит как бы сразу же история про турецкие землетрясения, когда писали неоднократно, что землетрясения в Турции, недавно потрясшие Турцию, тоже очень известные, очень медийные было событие. Произошло из-за того, что тоже происходило использование климатического оружия. Говорили о том, что это достигается при помощи спутников, тоже масса информации. Я думаю, что вполне возможно, чтобы попытаться как-то не привлекать внимание ни к одной стороне конфликта, просто искусственно был создан этот туман, в котором пилоты просто потеряли видимость и влетели вот в эту скалу, в эту гору, собственно, где вертолет позднее был обнаружен. И если мы видим первые фотографии с места происшествия, где работают уже люди из Красного полумесяца, где работают уже представители корпуса стражей иранской революции, там туманище стоит, прям туманище. Там есть фотографии, можно посмотреть. Иранские медиа публикуют, иранский телеграм-канал публикуют. В принципе, можно убедиться в самом деле. И тут уже раз, в какой-то момент этого тумана нету, он исчезает, и уже все пусто, кристально чисто, видно все далеко. И можно там осмотреть этих людей, которые работали на месте катастрофы, прям вот детально. Версии, в принципе, правдоподобны. И получается, я бы к чему подвел всю свою пламяную речь, к тому, что это выгодно глобалистам. Это выгодно глобалистам, потому что это, ну, убийство политического лидера, это всегда самая большая провокация. А вот, лидер убит. А мусульманский мир взрогат. Ну, как я вот читаю, смотрю мнение, и все ждут, что официально скажет Иран. И тут тоже непонятно, потому что мы сами помним, как в Ливии свергали Каддафи, приходил ставленник США. Там, значит, в других странах исламского мира приходили ставленники США. И здесь сейчас тоже может так статься, что место правителя в Ира не может занять ставленник США, который даст контроль США над ресурсами, над деньгами, над ядерной программой, над всем-всем-всем, чего они так давно жаждали и хотели. С другой стороны, сейчас может статься так, что, естественно, придет правоверный мусульман, который скажет, ну, все, кровь за кровь. И начнет мстить. И таким образом, я считаю, его поддержит очень мусульманский мир. И начнется та самая третьемировая война, о которой уже все давно говорят. Папа Римский говорил, что она будет ядерной. Зарубежные политики говорят им, что она будет ядерной. Даже Путин с Медведевым говорили про ядерную войну. Но не касательно того, что готовы они нанести ограниченные удары по Европе. Если Европа начнет активно поддерживать Украину в СВО. А вот так получается. Ну, и, в общем, чем дело кончится, ну, остается только гадать, да ну, даже, наверное, следить за новостями, потому что события реально не просто так. Вот. Тут еще конспирологи пишут о том, что 68 дата событий, а это дата начала Первой войны мировой, Второй мировой войны, дата начала СВО на Украине, тоже 68. То есть дата складывается в 68. И, в общем-то, там, если смотреть другие столичные события, которые тянули какие-то с собой последствия, тоже 68 цифр часто встречаются. Получается, что у нас с вами вот такая вот задача состоит понять, куда это все это будет двигаться. И, как я полагаю, постараться не допустить распространением информации, просвещением для людей, вот этой провокацией развиться во что-то большее. Потому что, ну, наверняка сейчас начнут раскручивать, наверняка, потому что, ну, давайте даже вспомним реакцию общественности на то, что происходило в Палестине. До сих пор протесты по всей Европе идут. До сих пор их там запрещают эти протесты подвигом дискредитации евреев, дискредитации Израиля. В Германии там сидячие забастовки студентов, какие-то еще забастовки студентов, многотысячные шествия эти с флагами Палестины. Все видели. Да даже в России, как бы, среди политиков однообразия нет. То есть есть те, кто реально поддерживает Палестину, находясь в высших решенных власти. Один Путин как-то нейтрально высказался. Но и то, как бы, многие СМИ тогда интерпретировали его речь как поддержку Палестины, а не Израиля как раз-таки. То есть тоже непонятно. А вот. И я думаю, что надо понимать, что сейчас, если поднимется эта мусульманская общественность, вот эта протестная волна, все это прослойка вот этого, студентов, общественников в Европе, там в США, их же много было. Они тоже могут подняться. И глобалисты получат то, что они хотели. Массовые беспорядки, неконтролируемое студенческое движение, или там молодежь, или там столкновение с полицией обязательно, потому что мы с вами видели Францию вот буквально недавно. Сначала они протестовали против пенсионной реформы, потом они протестовали против миграционной политики. Там что творилось? Там сжигали людей, там сжигали покрышки, там пожары, там крушили весь малый бизнес, там все эти ларьки, магазины, дома тоже. Все страдало. Там полиция какая-то не справлялась, об этом говорил Макрон сам. Вот. И они там даже говорят о том, что там нужно дополнительно полицейские наряды, там что-то они хотели, там дружинников каких-то, так говоря, по-нашему. То есть кто там ДНД, кто следил бы еще за порядком, да, но там таких не нашлось, конечно. Вот. Ну, кто хочет с мигрантами связываться, которые чувствуют себя совершенно безнаказанно в Европе? Вот. И получается, что сейчас, если всю прослойку протестную поднять, глобалисты получают то, что хотели. Массовый хаос, беспорядки неконтролируемые, вот, и Европа, и Америка, я думаю, мусульманские страны, все, сразу же это будет огромное количество. Вот. Ну, и кроме того, я считаю, что вегодополучателем в этом конфликте может быть религиозное движение Хаббат. Вот. Почему? Ну, потому что, в принципе, если мы посмотрим их учения, их идеологию, они не считают Израиль своей землей, они не считают Израиль своим государством. Вот. И, в принципе, если смотреть их комментарии, как они реагировали на Израиль, Палестин, на израильский конфликт, более тех, кто поддерживал Палестину. Вот эти ребята в черных шляпах, с песнями, они стали сладками Палестины и призывали Палестину атаковать Израиль. Понимаете? Это видео есть, огромное количество медийных, медийных пространств. Вот. И я думаю, что, в общем-то, тут все сходится на том, что это выгодно глобалистам. Скорее всего, они из этого будут делать третью мировую, ядерную, я считаю, войну, потому что ядерные программы Ирана, нежелание США, чтобы Иран развязывался в ядерную программу, вот. Желание США доминировать вот там, на Ближнем Востоке. Я думаю, что оно вот как-то так вот объясняется, если коротко, хотя уже получилось не коротко, вот. Я думаю, что главная выгода полковучащих глобалистов, и они, скорее всего, будут пытаться за этот конфликт и сейчас выжить максимум, подтягивать силы и как-то все это дело усиливать, усиливать, как они это делали в Первую мировую войну с Францем Фердинандом, как они это делали во Вторую мировую войну там и так далее. Да, Илья, спасибо огромное. Просто хотела еще добавить по поводу религиозного движения Хаббат. Зачем это надо, да, по поводу того, что зачем нужно глобалистам вот эта мировая война, зачем нужно вот это явное сокращение населения. Есть очень хорошая экспертиза, которую сделали ученые, книги Танья, это религиозная книга как раз вот этого движения Хаббат, а по всем признакам, и есть про это фильм «В чьих руках твоя судьба», там как раз дается информация, что как раз мировыми процессами всеми политическими, экономическими, социальными управляет как раз вот данное религиозное движение. И по их вот этому учению Танья самой главной задачей, которая является для них первостепенно, первоважной вообще смыслом жизни, является принесение в жертву всего мира своему Богу Машиаху. То есть, еще раз говорю, я выложу на это ссылку в описании, почитайте ссылку на фильмы, «В чьих руках твоя судьба». То есть, посмотрите, есть такой вот для нас ну просто сумасшедший, совершенно безумная цель, да, уничтожение человечества, но тем не менее, для религиозных людей это является самой главной задачей, согласно их книге. поэтому здесь очень серьезно к этому надо подойти. Если мы с вами не такие, это не значит, что нет людей, которые могут быть совершенно другой позиции. И вот, исходя из этой точки зрения, да, складывается все в один пазл, то есть, зачем глобалистам, зачем тем, кто управляет миром, и, как правильно сказал Илья, да, зачастую во многих странах ставятся просто ставленники определенные, которые выполняют задачу, в том числе, по всей видимости, и в России, да, с 91-го года, когда у нас прошел госпереворот, у нас тоже, мы видим, кто у нас руководит и в чью пользу, так скажем, руководит страной, и вот, проводя через своих ставленников вот эту вот задачу разными способами сократить, к сожалению, да, как мы видим человечество, и вот данная ситуация с Ираном, она, в принципе, сюда тоже очень, очень даже вписывается. Илья, огромное спасибо тебе за твой комментарий, я думаю, конечно, события сейчас будут разворачиваться и будет уже более ясно, к чему это пойдет и как пойдет, что зависит от нас, от людей, ну вот здесь вот, наверное, только действительно молиться, да, вот сила мыслей и так далее, потому что нам нужно действительно очень сильно внутренне приложить усилия, внутренние хотя бы, я говорю, да, для того, чтобы, ну просто, чтобы сохранить мир, уже, как говорится, давайте помолимся за мир, потому что реально все серьезно, это не шутки. И вот одна из последних новостей была о том, что Россия готова участвовать, по крайней мере, в СМИ такая прошла информация, Россия готова участвовать в расследовании данного инцидента, и то есть она тоже непосредственно будет, ну так скажем, замешана, да, вот в эти, будет втянута в эти события, поэтому нам с вами, как говорится, не стоит отстраняться, и очень внимательно нужно за всем этим следить. Дай бог, что будет все хорошо, дай бог, что как бы наше намерение, доброе, хорошее, они все-таки сыграют большую роль и более важную роль и более сильную роль во всем этом. Очень важно общественное мнение, очень важно, поэтому, да, тоже нужно высказываться обязательно по всем этим событиям. Ну и пишите свои комментарии, пишите, что вы думаете по поводу того, что же все-таки произошло с президентом Ирана, к чему это приведет, потому что очень интересно послушайте ваши какие-то доводы и какое-то ваше видение, потому что, еще раз говорю, с этим событием связана судьба еще и России, как мы видим. Все, спасибо Илья огромное, распространяйте эфир и до новых встреч. Пока. Спасибо за приглашение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok